Наша музыка. Наша. Товарищи слушатели, к нам пришел сегодня Андрей Амлинский, который сначала работал в одной очень большой рекламной фирме, всемирно известной копирайтером, а потом однажды выпрыгнул, стал работать сам. Да, мы об этом поговорим поподробнее, но сначала у нас есть традиция, расскажите свою биографию. Как вы дошли до жизни копирайтера? Вот сейчас в Москве будет шоу Слава Полунина. Когда-то я был корреспондентом Комсомолки, и первый написал про Слава Полунина. Потому что мы с ним участвовали в этом караване дураков, и всяких дурковали, как могли. Ему это страшно понравилось. Как так получилось, что была такая советская рекламная контора, то ли Росвера, то ли Саввера, как она называлась. И, короче говоря, это был левак, как теперь говорят. То есть меня позвонили и говорили, слушай, не можешь про Слава Полунина что-нибудь написать? Шабашка. Шабашка, конечно. Написать, значит. И, по-моему, заплатили то ли что-то 30 рублей. То есть прям с 30 серебряников. Ну это какой-то... 5 долларов. Это 86... Ты что, 30 рублей? Это же... Зарплата была 70, а это было 30. И вот такой вот возник соблазн. А вам не сколько было? Потом, ну это было мне лет 27, наверное, 20. А, ну уже узурелый такой мужик был. И потом какой-то ансамбль песни и пляски тоже куда-то выезжал. И они говорят, слушай, ты так хорошо про Полунин написал. Ну, спляши нам, станцуй на бумаге. Пришли нам что-нибудь. Так. И так вот я как-то стал рекламщиком. То есть вы стали про них писать, и это поперло? Да, поперло как-то. И я подумал, что зачем писать много и получать мало, когда можно писать мало и получать много. Это рекламщик. Логично. Дело в том, что Андрей, он автор тех самых коротких слоганов, которые мы у нас у всех на ушах. Есть идея, есть икея. Написано коротко, а денег, я думаю, вы получили много за этот слоган. Ну, не будем считать чужие деньги. А, нет, мы не считаем. А, нет, мы не считаем. А, русские кроны. Давайте так. Мы не считаем, мы к ним приглядываемся. Мы интересуемся просто. Знаете, я вам вот что скажу. Самое смешное в моей практике, что слоган «Не тормози, сни, керсни» попал в учебники по русскому языку для шестого класса. Мне кажется, это прикол. Да вы что? Серьезно? Ну, там что-то неологизмы и там. Это новый глагол. «Тормози, сни, керсни». Мы все друг друга вот так говорим. А давайте вспомним насчет «Тормози». Какой был первый слоган, который я придумал? Самый первый? Не, ну, самый первый. Это какой-то был «Совсем». Вообще, на самом деле, все, кто начинает сочинить рекламу, они все начинают один и тот же слоган. Звучит он «Ваш путь к успеху». Помните? Мы работаем, чтобы вы отдыхали. «Ваш путь к успеху». Ну, так всем же хочется быть успешным. А потом как-то уже что-то более вменяемое. Ну, и самое известное действительно там в любом месте висит. А, так сказать, забытый слоган, который, мне кажется, один из самых интересных. Когда-то был такой, он и сейчас есть, по-моему, продукт «Саванап», да? Есть, да. «Бодрящий саванап». «Бодрящий?» Это тоже его придумали? Вот, нет. И там у них был английский слоган, был впервые. Дело в том, что, как известно, русский язык примерно на 30% в длине английского, на вот эти, да, переводить. А тут получилось ровно наоборот. У них было что-то такое «Air conditioner for this passionate world, so refreshing 7-up». То есть кондиционер для этого горячего мира, освежающий 7-up. Ну, язык грубо, да? Вот, я придумал «Жаропонижающий жажда-утолитель». То есть, в принципе, это вообще одно слово. «Жаропонижающий жажда-утолитель», кстати, это, да, прикольно. Не, а все-таки, значит, первый у вас все-таки был такой, как у всех, ваш путь к успеху. Ну, да, вот таков был мой путь к успеху. Так, а второй, вот вам же доверяли крупный бренд. Ваш ключ к успеху. Да, вас вызвали и сказали, Андрей, вот тебе фирма, придумай. Что было? Первая – удача. Вы знаете, как-то вообще на самом деле реклама – это такой… Ну, вот есть балет, а есть течетка. Ну, есть классные течеточники, а есть классный балет, да? Так. Вот когда-то я занимался литературой, поэзией довольно серьезно. И это балет, ну, то есть это серьезная вещь. А реклама – это, ну, такой фрэнк-сенатор, это все-таки не Карузо, да? Ну, а тогда с мафией дружить? Ну, с мафией, вы знаете, с мафией, я не могу сказать, что я дружил с мафией. Сейчас все этим козыряют. Ага. Вот. Но я не из их числа. Но было смешное время, я работал, когда носили коробки из-под ксероксов. Да вы что, правда, что… Вот это все видел таких, да, людей, это все забавно, у тебя малиновые всякие пиджаки. Все промелькнуло перед нами, все побывали тут, как говорится. Вот из того, что мы вспоминаем из вашей, так сказать, творческой деятельности, значит, это «Не тормозись, не керсни», вы придумали. Есть идея, есть икея. Слушайте, ну это же гениально, потому что… Сосу за копейки еще. Запрещенный. Вот. Запрещенный. Это вы придумали? Я придумал. Как у вас повернулся ваш, так сказать, литературный дар придумать? Вам звонили из Министерства культуры? Мне звонили отовсюду, это обсуждали вплоть до Государственной Думы. Но мне кажется, что если вы откроете памятку любого пылесоса, там было написано «сила всасывания». Там сосет с такой-то скоростью. То есть он сосет с такой-то скоростью или с такой-то силой, вот. А все остальное – это наше, как бы, представление о прекрасном. Испорченный мозг. Вот. И там было написано «Вот телефон, вот вам пылесос, и он сосет за копейки». Более того, там был слоган, которого потом не стало – «Цены ниже пояса». А, я помню, кстати, были что-то такое, да, «Цены ниже пояса». И там было «Завожусь от грязного белья», там была целая серия, там простирали машину, там была целая серия таких забавных. И вообще, надо сказать, что у нас сейчас мы немножко впали в такой морализм страшный, да, ну вот. А у нас закон сейчас, который охраняет людей от нас. А мы, кстати, у нас передача-то вот эта, плюс 16 или плюс 16? Плюс 12. Да, плюс 12. Так что сосу за копейки нельзя. Дорогой дружок. А вот в Евросейце цены просто и там запеканы. Вы знаете, вот, кстати говоря, это не я, в чем разница? Не хочу, чтобы было скучно, но разница в том, что цены просто офигеть – это грубо, а сосу за копейки – это хлестко, но точно. Точно. Это очень трудно, да. А «Завожусь от грязного белья» – это жизненно. Вот. Вот иди. То, знаете ли, многие… Жалко, что их запретили. Слушайте, а как нужно вот поворачивать мозги для того, чтобы быть небанальным в том, что ты придумал? А может, мы сейчас что-нибудь попридумываем? У вас есть клиент какой-нибудь? Я вам… Давайте про вас что-нибудь придумаем. Давайте. Про наше радио. Про наше радио. Вот наше радио нам словно. Вот смотрите, например, может быть такая тема, что, допустим, представим себе такую рекламную кампанию на радио, да, что наше радио… Например, едешь в пробке, тебе скучно, и тебе нужен сильный антидепрессант, да, при этом без, как справки там от врача, да, без рецепта, да. И вот наше радио является бесплатным и классным антидепрессантом. Так. Да, и, например, слоган этой рекламной кампании, ну, допустим, «Включай в уши, не бери в голову». О, ребят, запишите, пожалуйста, у нас должна быть новая рекламная кампания. Она все записывается. Записывайте, да? Потом. «Включай в уши, не бери в голову». Да. «Товарищи из нашего пиар-отдела, включите погромче радио, вам поможет». Вот, второй там идет, да, серия вот этих роликов. Второй ролик, например… Сейчас чувствую, как Андрей разбогателет за счет нашего радио, давайте. Ну, это такой подарок. Я как Дед Мороз сегодня выступал. Да, так. Предновогодние праздники. Такие дорогие, дорогие мои москвичи, вам дорогие подарки. Ага. Подарков в студию. А еще какие? Вот у нас, например, есть слоган… «Зейналова» у нас вот. А что «Зейналова»? Не только русские. Там она «Зейналова» рифмуется с «нал его». Не считая «нал его». Есть еще одна рифма, но ее нельзя говорить. Да, не будем. Об этом не будем. У нас 12 плюс. Не забываем, что у нас 12. «Вахтанг Махарадзе» вот еще у нас есть. Да, «Вахтанг Махарадзе». Не только для русских тогда. Нет, для русских и не только. Для русских и не только. В смысле, как он тонко разворачивает. А вот Павел Картаев. Радио с человеческим лицом. Тебе с человеческим мозгом. Павел Картаев. Картаев. Да. Ну, типа, не сравним с Картаевым, да? Что-нибудь такое. Ну, Картаев не сравним с Картаевым, да. Нет, вообще смешно, что Картаев, а на радио работает. Зато тут и есть, да? Ну, да. С вами Картаев Павел. Павел Картаев. Самая чистая речь в нашем эфире. Да, ну, типа того. У нас буквально реклама на пару минут. О ней говорили. Ее сейчас будем слушать. Будем сравнивать, так сказать, как кому что нравится. Ну, а потом вернемся к нашему общению. У нас сегодня Андрей Амлинский. Он нам расскажет, что такое Каннские львы и как туда доходит реклама. 10.43 в столице. У нас сегодня гость Андрей Амлинский. Когда-то один из лучших копирайтеров в ББДО, а теперь владелец собственного креативного агентства, которое называется, вы не поверите, Амлинский. Креативные стратегии. Как? Амлинский-креативные стратегии. А у нас их не написано. А, точно, Амлинский-креативные стратегии. А ваш путь к успеху? Это мой путь к успеху. А, кстати, этот слов... Вот это тире, это мой путь. А ведь это до сих пор пользуется популярностью, эти слова. Ваш путь к успеху? Или хочешь стать, не знаю, стройной, и жри вот эту фигню? Скажите, пожалуйста... Это же работает. А следите ли вы, ну, не то чтобы за конкурентами, но следите ли вы за рынком, рекламы, какие-то ролики отсматриваете, не знаю, там, наружку смотрите, что-то интересное вам попадается на глаза? Я бы сказал, что смотрю по неволе. Ну, понятно, работа такая. Ну, что-то... Не, ну, все мы же смотрим, да? То есть это же такой мучительный процесс, когда ты едешь, а она наружу все... Выпрыгивает. Выпрыгивает. Сто пудов сработает, ну, на наш менталитет, Россия, вы же понимаете, что не каждый слоган может выстрелить. Ну, мне не хотелось бы говорить, что у меня всегда так получается, но это правда. Ну, давайте честно. Ну, всегда так получается. Ну, это правда, да. Дело в том, что... Это что? Это чувство, это алгоритм. Какова она, формула Амлинского? Есть, знаете, есть, как бы, очень простая вещь. То есть понимание без слов не работает, и слова без смысла не работают. Когда есть понимание природы вещей, и ты умеешь складывать слова, а у нас все-таки вербальная культура, да, не зря мы сейчас на радио находимся, да, то есть мы в ушах. Да. То есть одни в ушах, другие вот в мозгах, да. Да. Вот как сквозь уши попасть в мозг, это самая сложная задача рекламщика. Но как-то удается. У меня вот проблема. У меня в мозгах есть, а в слова не попадает никому. А можно ли научить? Ну, вам слова, наверное, пишут, а я их пишу сам. Да, у меня вот суфлер стоит, видите. Вот видите, а я без суфлера все выступаю. А слушайте, а расскажите нам про Каннский львы. Я знаю, что вы финалист этого фестиваля. Да, и член жюри Каннский львов тоже. Так, а как вы туда попали и что возили, какой рукой? Ну, хотелось бы сказать, что по блату и там за взятки, как у России. Ну, ладно, глядя на ваши мозолистые руки, я понимаю, что много работаете. Да. У меня мозолистые мозги, на самом деле, у нас просто не видны. Руки-то у меня, ну, клавиатуры пишут. Растут из плеч. Вот. Как я туда попал? Ну, во-первых, бодрое время, и мы делали какие-то бодрые вещи, и наш один ролик попал вот в шорт-лист так называемых Каннских львов. Это когда-то было, помните, было, угнали, надо было ставить Клиффорд. Да, помню. Вот, да, и вот там были щиты знаменитые, но это не я делал, очень талантливые щиты, смешные, да, вот эти с дыркой, да, угнали. И был ролик про космонавтов, в которых угнали ракету. Я был соавтором этой работы, и она получила кучу мировых призов, в том числе в свое время там, да, была номинирована в Каннах. Вот, а потом, поскольку я там человек года в области рекламы, и... Так скромно сказал Андрей. ...все такое прочее, то как бы вот есть такие, так называемые, квоты от разных стран. Ну, должен быть, не знаю, индус, японец, там, американец, ну, допустим, вот, русский. И меня пригласили вот в Каннской жюри. Я там журел. Очень интересно, это действительно... На самом деле, это такой санаторий-профилакторий для рекламщиков. А почему санаторий? Ну, потому что рекламщик каждый день живет в аду, должен в какие-то тампоны погружаться с головой. Вот, или там еще куда-то. Ну, понимаете, да, то есть он... Почувствуйте себя женщиной. Ну, иногда это такой интеллектуальный ад, да, то есть там с утра читаешь хорошую книжку, а потом должен какие-то... А потом сосать за копейки, я понимаю. Вот, что-то такое, да. Ну, вернее, вот там, в таком телесном внизу где-то быть. Вот, а там это такое, почему, то есть всем нужна какая-то психическая, понимаете, очистка такая. И вот туда приезжаешь, там вроде все креативное, все такие клевые, модные. Вот, ну, вот такой, да. Слушайте, ну, вот я в России несколько раз была ночь пожирателя рекламы. Было такое мероприятие, не знаю, сейчас проходит или нет. Вот это, я вам скажу, тяжелое мероприятие. Потому что туда приходят часов с 9 вечера, и ты должен всю ночь смотреть рекламу. Конечно, ролики фантастические, таких никогда нет на телевидении. А почему их никогда не показывают? Вы знаете, кстати говоря, у меня была такая... Они не работают, что ли? У меня была такая идея... Дело в том, что наше население совершенно незнакомо с хорошей рекламой. А хорошей рекламой? У него негативный опыт. Это то, что 30 лет мы принимали за оргазм, оказалось астмой. Знаете? Поэтому, если бы нашим людям хотя бы в какое-то время, например, перемежали бы рекламу коммерческую с какой-то классической, ну, со специальным анонсом, что это не коммерческая, это вот там реклама... Для красоты. Для красоты или там какой-то культурный объект, условно говоря. Я думаю, что люди бы просто увидели. Есть целые страны, например, Британия или Бразилия, где люди реально любят рекламу. Просто вот обычные нормальные люди, они просто обожают рекламу, потому что она смешная, клевая, яркая, забавная. А почему у нас такой нет? Она не работает? Люди не любят смешную рекламу или что? Или мозгов нет, которые могут сочинять? Сложный вопрос. Дело в том, что есть такое у нас, как это называется, есть самореклама, а есть самоцензура. Иногда даже тебя не заставляют, кого-то, я имею в виду, не заставляют цензурировать себя, а ты как бы уже внутренне готов заткнуться. И люди, поэтому клиент говорит, знаете, это вот как-то слишком будет. У меня был такой случай, был такой ролик IKEA, я делал рекламу компании IKEA, очень удачную, там, скажем, на открытии IKEA была такая пробка, которая попала в книгу рекордов Гиннеса, самая длинная пробка в мире, от Тверской до Химок. Это для Ленинградки нормально. Сейчас да, тогда это было открытие IKEA, а сейчас открытие каждый день. А сейчас у нас открытие Куркина, поэтому у нас... Ну вот, короче, и там IKEA никогда ничего не тестировать, не проводят так называемые фокусные группы. Я думаю, что наши слушатели знают, что это такое, да? Вот они говорят, мы знаем, что делать, как делать, ну, так сказать, давно на рынке и так далее. И был такой ролик, он как бы назывался «секс» в кавычках, да? Там было такое, например, что лежит человек на диване, и на нем сидит девушка в киевской униформе, и как бы какой-то со спины-то кажется, что они занимаются сексом, а потом кажется, что она ему делает непрямой массаж сердца, потому что он упал в обморок от цен. То есть вот такие вот вещи. И показали каким-то тетушкам. Они сидели, посмотрели, потом сказали, нет, ну это нельзя выпускать в эфир. Ну, покажите нам еще раз. Понимаете, да, то есть люди так... Не усмотрели чего-то? Нет, не в этом смысле. А в результате выпустили? Да, выпустили, конечно. И в результате была такая пробка? Да, вообще все было хорошо. Короче, все-таки, извини, Пашка, секс – это сила продажи. А где к вам чаще всего приходят идеи? В душе, в душе. Серьезно? Я исключительно в этом смысле чистоплодный человек, потому что я даже в Бибидео когда-то построили душ для меня, чтобы я в нем сочинял. Слушайте, я представляю себе офис Андрея Амблинского. Смотрите, там, ну здесь надо придумать, надо придумать для жвачки. Не проходит. Открывает душ, раздевается, заходит, и тут начинается креатив. А в душе вы один? А вот помните? Да, кстати. С музой. А как музу зовут? С музой. Так вот, вот в последнем фильме Вуди Алина, который мне не понравился, помните, там был там чувак, который хорошо пел, но он не мог петь без душа, и он принимал такую, помните, тему, что они выносили все время душ на разных сценах мира, и он там пел. Вот примерно то же самое со мной, я все время вот езжу с душем всюду, всюду ищу душ. А если душа не будет? Я спрашиваю, где у вас все спрашивают, где туалет, я спрашиваю, где душ, где душ. А если душ не будет? Ну, я помню, Вуди Алина, а есть какие-то люди, ну, на которых не то чтобы, может, равняетесь, а какие-то, может быть, спереть какую-то дейку, может быть, что-то подсмотреть. У кого спрашивают. Не очень, то есть я знаю рекламу и разбираюсь, но я не очень, я интересуюсь, скажем так. Молодые ребята, когда-то у нас в агентстве, они всегда листали вот эти альбомы, там, да, с чужими плакатами, или там смотрели какие-то вот эти каннские всякие львы, чтобы быть, то, что сейчас говорят, инспирированным. Вот, не знаю, мне кажется, это где-то внутри. Это вообще очень какие-то, это как вот манекенщица, не может быть маленькой и толстой, да. Вот рекламщик, он должен быть, не знаю, легкий, веселый, неглупый и такой шустрый, что ли, ну, как бы шустромозглый какой-то. Шустромозглый. А вот такой вопрос, да, мы его уже частично с вами обсуждали. Сначала вышел фильм «Господин Бигбедер» 99 франков. Там показали вот это «Лакшери лайф», непонятно, человек просто катится по наклонной, потому что слишком круто. Катится по наклонной своей плазменной панели. Ну, да, практически. Вот недавно вышла «Generation P», где там тоже ты такой висит из себя золотой, пожалуйста, ты женщина, все. Такая она жизнь рекламщика, да? На самом деле, некоторые, конечно, вот, но в целом, я вообще, у меня была другая всегда мысль. Я думаю, вот человек, например, ну, делает про какого-нибудь утенка там, унитазного, да, вот ему, как потом он, ну, как потом он, ну, как, я не знаю, как у нас, у нас 12+, да, ну, короче говоря, дружат ли с ним девушки после этого. То есть, вы встречаете, дорогой, а чем ты сегодня занимался весь день? Унитазным утенком. Ну, я что? Заглядывал в тайны вселенной. Одна из первых реклам была, если помните, спасибо, там, как заявила девушка, раститывала руки и бросалась в бассейн тоже такая одна из первых. Ну, просто к вопросу о том, как люди пишут, ну, рекламу для утят, для тампоксов и так далее. У меня, кстати, вот в этой связи какой вопрос созрел. Все говорят, что 90-е прямо такое было классное время креативное для рекламы. А потом, как бы, это все ушло, и сейчас гораздо менее интересно. Почему это происходит, на мой взгляд? Потому что тогда все было, как бы, шальное. И мысли, и деньги, и рынок. А сейчас как-то все устаканилось, и вот если представить себе, например, рекламная компания, ну, я не знаю, я имею в виду медийную ее часть, да, там, 10 миллионов долларов какого-нибудь крупного там бренда, да. Вот представьте, что это 10 миллионов долларов, миллион долларов помещается в чемоданчик, да. То есть, представьте себе, например, положить человека-копирайтера и положить на него, например, да, 10 чемоданчиков, да, по миллиону долларов каждый. Но человек просто не трепыхнется в том смысле, что вот этот груз коллективной ответственности, и туда нельзя, сюда нельзя, здесь не пошевелись. Вот ты сейчас пошевелишься и уронишь наши 10 миллионов долларов. Ну, то есть, вот это вот… Все-таки в клиенте дело. Не только. Мы общаемся тоже. А потом, мне кажется, еще, что у меня есть такая идея. Вот говорят, что, например, телевидение, мы сейчас на радио, поэтому надо ругать телевидение, правильно, понимаете? Мне не надо, мне нельзя, да, давайте. Все это работа делит, и мы поругаем. Вот, что, типа, такие умные ребята на телевидении оглупляют людей посредством тупых передач. Это неправда? Вот. Это правда. Это мысль о том, что люди транслируют в телевизор то, что он им показывает потом. То есть, они хотели бы видеть, я не знаю, «Дом-2». Они живут в «Доме-2», ну, в каком-то таком, ну, часто в таком ужасе вот этого кошмарного, там, многоэтажного существования, назовем так, да. И хотели бы этот ужас жизни, ну, или вот эта грязь, там, не знаю, вот эта похабщина, да, они хотели бы в каком-то смысле ее видеть. Вот есть такой момент. То есть, когда-то казалось, что или заказчики плохие, или рекламщики тупые, но иногда кажется, что население само, ну, как бы, в смысле, не требует качества. Не требует. Ну, это же спрос, раздавая предложение. Это называется, знаешь, вот мы тут радиорекламу когда придумываем сами, мы очень коннектим с коммерческим отделом, и заказчики иногда впрямую говорят, вот это художественное, оно не работает. Нам нужно прямо прийти туда, купил, получил, все. А вот это ваши вот красотовости, заходы, тонкая мысль, да. Это вот все, это в нашей стране не работает. А что делать с первой идеей, которая приходит в голову? Ее нужно в корзину, или ее можно? Ее нужно засунуть куда-нибудь. Серьезно? На самом деле, есть правило, есть правило двери. Надо просто взять булавку и прикнопить к двери, и посмотреть на нее завтра. Переспать с идеей. С океей. В хорошем смысле этого слова. Ну, в том смысле, что прикнопить к двери и посмотреть на нее, потому что часто это может быть ночной бред, а может быть и озарение, да. У вас есть рабочие часы в рабочее время, или вы круглосуточно думаете о своей работе? Ну, знаете, я как бы, есть такая функция sleep, да. То есть это не отключен и не включен, а вот так вот. Стендбай. Стендбай такой, да. И вот что-то такое там, я живу, что-то общаюсь, потом вдруг хоп, и ну как бы, как смс-ка приходит. А вы можете целуюсь с женщиной в какой-то момент оторваться и сказать, боже, я придумал, и побежать. Это называется ловить на спине мух, знаете, уже если женщина. Так все говорят. Это я не знала. Да нет, целуюсь с женщинами, я все-таки как бы хочу быть женщиной. Вы хотите быть женщиной? Женщиной. А, слушай, слава богу, потому что у нас-то многие хотят быть женщинами. Ну, конечно, скучно уже быть мужчиной, сколько можно. Некоторые хотят, я еще по старинке. А, кстати, да, Андрей, хочу сказать, не молод, но в прекрасной форме. Молод. Бактанг, по сравнению с тобой, да, молод. Нет, ну, когда-то, конечно, это был уже средний возраст, а сейчас. А вы много занимаетесь спортом, вы любите, не знаю, прыгать с парашютом? Еще мне всегда казалось, в детстве с парашюта, прыгать с парашютом. Какие у вас мужские недостатки? Каким спортом вы занимаетесь? Знаете, честно говоря, конечно, я качаю мозги больше, чем мышцы, что, в общем, наверное, не совсем правильно. На самом деле, очень много, у меня там куча всяких детей, я с ними поплаваю, то бегаю. Это же спорт, то потер попу, то там побежал куда-то. Ну, то за горшком, то за пирожком. Слушайте, Андрей Амлинский, это значит, что пришел в Амлинский креатив-стратегии, и вот тебе успех и удача. А есть ли какой-то слоган или какая-то компания, которую вы до сих пор говорите, это мой позор? Знаете, позор, это когда ты сделал гадость, а неудача, это когда ты пытался сделать хорошо, а оно не получилось. Такие вещи есть, например, ну, там был такой сок недан, и там была такая компания недан, и у нее был такой бренд сокос. И было сокос, ничего кроме сока, такая антигламурная рекламная компания. Вот когда она вышла, там, не знаю, 5 лет назад, она не в кассу как бы, она, то есть, ну, сначала был всплеск интереса, потом как-то сошел на нет. А сейчас, например, может быть, она бы сыграла бы, понимаете, о чем я говорю? Да, то есть это опередило. Не свое время. Вот, но сказать, что какие-то катастрофические неудачи, у меня такого, к счастью, не было, потому что мы как адвокаты, да, или как саперы. А, ошибаетесь только один раз. Я, спасибо вам большое, дай бог, и не будет никогда. У нас в гостях Андрей Амлинский, когда-то один из ведущих и копирайтеров BBDO известного агентства, а сейчас Амлинский и креативные стратегии. Спасибо вам большое. До свидания. Хорошего дня. До свидания.